Доброе утро, уважаемые коллеги. На самом деле Галина Ельевна рассказала о проблеме, глубоко и о современном состоянии данной проблемы. Ну и чем больше мы узнаем, наверное, о иммунопосредованных нежелательных явлениях, тем больше понимаем какая-то сложная и такая многоплановая проблема. Я постараюсь осветить диагностику и основные принципы лечения наиболее частых осложнений, хотя, как мы видим, поражение может затрагивать практически все системы и органы человека. Но я остановлюсь на поражении кожных покровов, желудочно-кишечного тракта и легких. В принципе, по срокам возникновения этих осложнений мы прекрасно знаем, что кожные покровы, прежде всего, в виде высыпных элементов, в виде кожного зуда, поражаются наиболее часто, как правило, это на четвертой-шестой неделе от начала лечения. Несколько позднее развиваются токсичность со стороны желудочно-кишечного тракта и чуть позднее со стороны органов дыхания. В принципе, степень выраженности осложнений, о которых мы будем говорить, я остановлюсь несколько позднее. Но общая рекомендация тоже Галина Юрьевна уже затронула основные принципы лечения осложнений. Обращу внимание, что при первой степени токсичности, в принципе, мы можем продолжать лечение иммунологическими препаратами, но только в том случае, если это не касается неврологических, кардиологических и гематологических осложнений. Это редкие осложнения, о которых будет говорить более подробно Гульфия Медхатовна. Но помним, что первая степень не всегда безопасна. Некоторые виды поражения, они только требуют более тщательного введения. Ну и дальнейшее уже по мере нарастания степени тяжести, уже применение стероидных гормонов, возрастающих в дозировках с переходом на парантеральные формы введения, длительный период отмены не менее месяца, полутора месяцев, своевременный переход на иммуносупрусивную терапию в случае рефракторности к стероидам и при четвертой степени полное прекращение иммунотерапии, за исключением, опять же, эндокринопатии. Потому что, как правило, эндокринопатии – это необратимые изменения, необратимые осложнения, но они довольно адекватно могут контролироваться заместительной гормонотерапией. Поэтому и первая степень тяжести, и четвертая степень тяжести – это тоже разные степени для разных осложнений. И еще раз напомню, что если мы отмечаем выраженное развитие осложнений, то и пациент, безусловно, и специалисты, которые занимаются лечением этих опухолей и проведением данного вида лечения, должны помнить, что если мы отменяем лечение в случае развития токсичности, то мы не теряем, как правило, эффект. Это последние работы уже почечно-клеточный рак, исследование Checkmate 214. Мы видим, что пациенты, у которых была отменена терапия из-за токсичности, имеют даже несколько большие показатели общей выживаемости. То есть, по крайней мере, потери эффекта не происходят, но, может быть, какие-то выигрыши в случае, как раз таки, вся взаимосвязь между развитием и степенью тяжести осложнений и достижением эффекта, может быть, как раз таким образом и реализуется. Ну и более подробно остановимся на вот этих трех группах осложнений. Драматологическая токсичность. В принципе, начиная работать с ингибиторами стилей 4, исследователи, и мы в том числе, столкнулись с довольно высокой частотой этих осложнений. Как правило, каждый третий пациент имел или кожный усыпь, или кожный зуд, или, в меньшей степени, конечно же, явление витилига. Для ингибиторов PD-1 и PD-L1 данный вид токсичности все-таки менее характерен, но при сочетанном использовании ингибиторов стилей 4 и PD-1 мы видим, как значительно возрастает частота данных осложнений. То есть также более 30-35% больных имеют данный вид токсичности. И, как я уже говорила, основное – это сыпь, макулопопулярная сыпь, пополопустулярная сыпь, фолликулярная, ортикарная, как правило, начинающаяся в области сгибов, локтевых, подмышечных, подколенных, ну и в дальнейшем поражающие те или другие участки тела или тотально все кожные покровы. Может быть, явление дерматита, ксеродермия, витилига, о котором тоже мы говорили, и, в принципе, развитие витилига является практически таким стопроцентным предиктором наличия эффекта, как правило, при использовании ингибиторов PD-1 и PD-L1. И также помним, что поражение кожи – это далеко не безобидная проблема. У некоторых пациентов может достигать выраженной степени тяжести, в частности, здесь и литературное наблюдение, и справа – это наше наблюдение, когда кожная сыпь, макулопулярная сыпь, занимает большие площади, третья степень тяжести. И, в принципе, здесь начинается такой порученный круг, когда уже необходимо использовать высокие дозы гормонов для оккупирования этого осложнения. Возникает обострение протонистических инфекций, в частности, у пациента, которого мы наблюдали с таким осложнением, развивалась пневмония, связанная с грибковой инфекцией, развивался сахарный диабет. То есть, конечно же, поражение кожных покровов – это чем ранее мы распознаем, чем раньше мы начнем лечение, тем меньше рисков перехода в такие вот тяжелые степени тяжести. Хотя еще раз напомню, что даже при своевременном распознавании у пациента уже, может быть, такие вот парадоксальные поражения с высокой степенью тяжести и с высокой площадью поражения. И более редкие осложнения, но, в принципе, часть из них – это и более опасные осложнения. Это лихиноидный дерматит, бульозный пенфигоид. Очень опасные осложнения в виде развития синдрома Стивенса Джонсона. У нас в нашей практике также были такие пациенты, единичные, конечно же, и с небольшой степенью поражения, но, в принципе, это относится уже к угрожающим жизнесостояниям. Токсический эпидермальный некролиз, то есть, в принципе, вот эти вот осложнения, они тоже могут быть, и про них нужно помнить и своевременно их распознавать. Также мы помним, что кожные покровы могут поражаться не изолированно, как само по себе изолированное осложнение, а быть проявлением целого симптома комплекса, в частности, один из симптомов так называемого цитокинового шторма. Это тоже наше клиническое наблюдение. У данной пациентки помимо поражения кожных покровов отмечались и выраженные проблемы стороны органов дыхания, требующие нахождения в реанимационном отделении. То есть, в принципе, это может быть поражение кожи проявлением и более таких серьезных, более глубоких расстройств иммунной системы в организме. Может быть и отсроченная кожная токсичность. Это также наше наблюдение. Через два года после окончания терапии иммуно-анкологическим препаратом мы отметили появление кожной сыпи, типичной для данного вида поражения. В принципе, у пациента, который уже два года не получал данный вид терапии. Гистологически, в принципе, характерная довольно картина. Это лимфоцитарная инфильтрация, и азинофильная инфильтрация, различные виды повреждения эпидермиса, явления паракератоза, акантоза и так далее. И, в принципе, здесь, что нам нужно помнить, что дерматолог, конечно же, мы, наверное, в своей практике не всегда обращаемся, хотя иногда консультация дерматолога необходима, но в том случае, если поражение площади тела менее третье, если есть атипичные морфологические элементы, если есть сыпь, похожая на псориотическую, пимфигоидную, или, если есть уже элементы волдырной или уртикарной сыпи, даже на меньше, чем в 1% площади тела, уже нужно запланировать консультацию дерматолога. И тем более необходимо срочное общение с специалистом этого профиля, если имеется поражение более третьей площади тела, если имеется волдырная сыпь на более, чем в 1% площади тела, и если имеются поражения слизистых оболочек. В этой ситуации, конечно же, крайне желательно совместное введение пациента со специалистом-драматологом. Гастроэнтезинальное осложнение. Что может быть? В принципе, наиболее типично это диарея или явление энтероколита, или сочетание диареи и энтероколита. Потому что, на самом деле, проявление симптома энтероколита – это сромный болевой синдром, это повышение температуры, это определенные пальпаторные находки при осмотре пациента. Ну и здесь перечислен целый перечень явлений, которые могут быть, и явление примесей крови в окаловых массах, и кровотечения, и формирование фистул, абсцессов в тяжелых случаях, безусловно, и перфорация кишки, кишечная непроходимость, опять же, при таким уже жизнеугрожающем развитии данных осложнений. И также мы помним, что может быть и поражение более высоких отделов желудочечного тракта, явление эзофагита, стоматита, гастрита также могут быть проявлением данного вида осложнений. Ну, эндоскопическое исследование, в принципе, оно является очень важным, и нужно его использовать довольно широко, сейчас постараюсь объяснить, почему. В том случае, если диарея даже второй степени существует более двух недель, если имеется принципиальное ухудшение клинического состояния пациента с явлениями обезвоживания, кровотечения, лихорадки, или если имеется диарея третьей четвертой степени. И, конечно же, наиболее желательно использовать методику полной колоноскопии, полного осмотра кишки, но в случае какой-то технических невозможностей или тяжести состояния пациента, возможно, и использование только ротосигмоидоскопии. При эндоскопическом исследовании обнаруживаются различные виды поражения кишки, и начиная от банального покраснения гиперемии отека до изъязвлений, как правило, это локализуется в дистальных отделах толстой кишки, но реже, конечно же, в тяжелых случаях формируются фистулы, явления элита, изофагита, гастрита также могут обнаруживаться при исследовании уже фиброгастроскопических. Почему важно проводить эндоскопическое исследование кишки в целом? Потому что, как мы уже говорили, может быть присутствие только диарея при абсолютно здоровом состоянии слизистой оболочки кишки, как на изображении А, может быть сочетание и диареи, и явлений энтероколита второй степени, например, может быть, и как на нижних фотографиях, это Е и Ф, может быть диарея первой степени, то есть формально это безобидная диарея, при исследовании нисходящего отдела кишки абсолютно нормальная слизистая оболочка, и изображение Ф – это отек и глубокие язвы уже в восходящем отделе толстой кишки. То есть, в принципе, это изображение кишки одного пациента, но на разных уровнях исследования могут обнаруживаться совершенно-таки диаметрально разные патологии. Поэтому безобидная диарея первой степени и нормальная нижняя отдела кишки не исключают наличие вот таких массивных поражений в вышележащих отделах. Компьютерная томография также используется для диагностики, уже таких тяжелых состояний, как правило, она используется в осложненном течении заболевания, когда имеется лихорадка, появляются интенсивные боли в животе, признаки перитонита, легидной заболевочной стенки, и в этой ситуации с помощью компьютерной томографии в том числе можно диагностировать такие серьезные осложнения, как перфорацию кишки. Гистологические также довольно типичные находки, которых не буду упоминать, и лабораторные исследования тоже имеют значение. Повышение уровня белков острофазы, цели активного белка в частности, и повышение уровня фекального кальпротектина. В принципе, это довольно такой типичный маркер, который отражает… Он не специфичен, безусловно, для иммуно-онкологического поражения кишки, но он характеризует, в принципе, наличие выраженного энтероколита. Если мы видим явление диареи, энтероколита, конечно же, мы в первую очередь исключаем сопутствующие заболевания, прежде всего, вызванные патогенной флорой, сальмонеллой, кластриди, цитомигаловирусной инфекцией, и уже в дальнейшем проводим диагностический поиск как раз-таки с определением уровня цели активного белка, лактоферина, кальпротектина, которые, в принципе, могут нам помочь в установке данного диагноза. Это уже наше клиническое наблюдение, мы часто его показываем, показываем именно его, поскольку, слава богу, у нас больше не было таких серьёзных явлений калита, безуспешное применение кортикостероидов и успешное уже использование ингибиторов фактора некрозоопухоли, инфлексимаба, в принципе, с благополучным завершением данного угрожающего жизнеосложнения. И как раз-таки то, о чём уже упоминала Галина Юрьевна, возможность использования и других препаратов, которые влияют на те или другие звенья патогенеза иммунопосредованного калита при резистентности к инфлексимабу, в частности. Здесь используется препарат «Видолизумаб», он уже зарегистрирован и, как мы видим, уже включён в рекомендации. И пульмональные осложнения. Третья такая большая группа осложнений, которые тоже мы довольно часто видим в своей практике. Хотя ещё недавно, как мы помним, частота этих осложнений превышала 1-2-5% по тем данным, которым мы владели, но, наверное, на клинической практике мы довольно часто видим явление пульмонита, может быть, в большей частоте, чем здесь указано. Поэтому я, в принципе, решила их внести в группу частых осложнений. И помним, что пульмониты или пневмониты, они относятся к тем осложнениям, которые характеризуются довольно высокой частотой летальных исходов. В принципе, это исследование обобщения уже 2018 года данных, и мы видим, что до 15-20% пациентов могут погибать из-за явления пульмонитов. Поэтому, в принципе, это осложнение, которое также требует раннего распознавания и своевременного лечения. А потенциальные факторы риска развития тоже, в принципе, они понятны. Это и сама злокачественная опухоль, которая подвергается лечению, в частности, рак лёгкого. Это фактор курения, хронические заболевания лёгких, различные сопутствующие инфекционные процессы, в том числе такие хронические или не вылеченные полностью инфекционные процессы, использование лекарственных препаратов, которые тоже могут вызывать явление пульмонита, предшествующая лучевая терапия, комбинации иммунных препаратов. То есть всё это повышает риск развития пульмонита. И, в принципе, классическая картина, которую рентгенологи, в принципе, мы уже сами при оценке снимков можем видеть, довольно типичные, так называемые, матовые картины матового стекла, вот этих вот инфекционных тратов, которые определяются. Вот наше тоже наблюдение. Как правило, эти осложнения довольно хорошо обратимы, и, как правило, при манифестации не более второй степени тяжести возможно возобновление лечения, и мы, в принципе, также это практикуем. Ну, также помним, что пульмониты могут развиваться и спустя какое-то время после окончания терапии, как в данном случае. И важно помнить, больше, наверное, рентгенологам, те характерные признаки, которые есть для них описаны. Это признаки криптогенной пневмонии, как раз-таки, с этими участками матовых стекол, интерсоциальной пневмонии, так называемый гиперчувствительный пульмонит, довольно редко бывает, и бывает острая интерсоциальная пневмония с быстрым развитием симптомов, с диффузным алюлярным повреждением и, в принципе, таким угрозой для жизни пациента. Ну и что мы делаем, когда мы выявляем данное осложнение? Мы оцениваем, в первую очередь, степень тяжести по клинике и по рентгенологической картине. Если первая степень тяжести симптомов нет, только рентгенологические изменения, мы, в принципе, можем лечение продолжать. Хотя в нашей практике, мне, по крайней мере, не очень уютно, имея даже такие минимальные признаки рентгенологические лечения продолжатся. Я бы, в принципе, лучше отсрочить, наверное, лечение. При второй степени тяжести, когда уже появляется одышка, кашель, иногда лихорадка, боли в грудной клетке, активность пациента не нарушена. Тоже формально мы еще лечение можем продолжить, но по рекомендациям все-таки лучше его отсрочить. И, конечно же, третья-четвертая степень тяжести, когда необходима потребность кислородия, уже есть ограничение активности пациента, выраженная симптоматика – это уже то, что требует уже активного лечебного воздействия. Дифференциальный диагноз, конечно же, в настоящее время мы, прежде всего, должны исключить наличие вирусной патологии. Ну и также помним, что и другие бактериальные инфекции, грибковую инфекцию никто не исключает. Мы должны их также диагностировать и при необходимости проводить лечение. Может быть, токсический интерсоциальный пневмонит, постлучевой пульмонит, картина тромбоэмболии, сердечная недостаточность. То есть, в принципе, довольно большой перечень патологических состояний, которые требуют проведения дифференциального диагноза. Вот это наше наблюдение, в принципе, как раз уже в эпоху пандемии COVID, когда в апреле 2020 года у пациента на фоне терапии пембролизмабом развилась бессимптомная картина, интерпретированная ригнологами и нами, как пульмонит. Но буквально через месяц, через 3-4 недели, пациент уже в тяжелом состоянии с явлением дыхательной недостаточности попадает в городской стационар, уже в отделение, занимающееся лечением пациентов с COVID-инфекцией. Он с таким массивным поражением, занимающим более 70% площади тела. Проводится соответствующее лечение полноценное. Около 3 недель пациент получает лечение в условиях стационара и в дальнейшем период восстановления дома. Сейчас, в принципе, уже обследование последнее проводилось в конце сентября. Извините. Полный регресс всех изменений, полное восстановление функции дыхательной пациенты. Абсолютно бессимптомное сейчас состояние пациента со стороны дыхательных органов. То есть такая обратимость, она, к счастью, присутствует и для пульмонита нашего, и для COVID-ассоциированного, что, в принципе, вношает надежды. И лечение пульмонитов, как я уже говорила, в первой степени мы можем формально продолжить иммунотерапию с тщательным мониторированием динамики пульмонита. При второй степени лучше приостановить и уже думать о пронхоскопии, о назначении полигнизолона, безусловно. И третья-четвертая степень тяжести уже прекращения иммунотерапии как таковой и использования уже высоких доз стероидных гормонов. Если неэффективны стероидные гормоны, то мы думаем о усилении иммуносепрессивной терапии, использовании инфлексимаба, циклофосфамида при необходимости, микрофенолата, мафетила. И, в принципе, обратимость пульмонита, как правило, довольно хорошая. То есть, может быть, в нашей клинической практике таких выраженных пульмонитов, требовавших, может быть, массивной антибактериальной терапии или, тем более, госпитализации в отделении интенсивной терапии у нас не было, хотя длительная персистенция, упорное течение пульмонита при отсутствии симптомов тоже в нашей практике наблюдалось. Когда мы, в принципе, пациенты не испытывают никаких жалоб, но сохраняются реанглическая картина. И, в принципе, что в этой ситуации делать, мы не можем ни лечение возобновить, и длительно проводить иммуносепрессивную терапию тоже довольно опасно и сложно. Такие ситуации, к сожалению, в клинической практике тоже могут быть. Хотя, в принципе, своевременное начало терапии, оно, как правило, увенчивается успехом. Благодарю за внимание. Продолжение следует...